Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители, с вами Вячеслав Котляров. Харьков, 15 часов 07 минут, 19-11, 2016 года. Данный ролик выходит абсолютно спонтанный, как и час моих роликов. Естественно, я никогда не планировал писать подобный ролик. Обратил внимание на канал уважаемого Сережи Тарасова. Канал называется Soul Goodman. Там есть ролик. Информбюро, подпишись на наши ресурсы Соратник. Кто-то скажет, ты мог просто не писать этот ролик, а связаться с Сережей напрямую. И объяснить ему, что этот символ очень ужасный. Ну, я уверен, что Сережа бы выслушал бы, но не услышал. Так как он не услышал, что я уже неоднократно снимал ролики, посвященные СССР. Что это исключительно СССР создается масонами. И что это только уничтожение нас белорозовых. В итоге вышло, как говорится, непонимание. Но данный ролик, я думаю, будет очень аргументным. Если, конечно, Сережа от этого отмахнется факт, я буду очень озадачен. Вообще, на просторах интернета есть много роликов, посвященных. Ну, может, немного, но десяток есть в этой теме. Кулак поднятый вверх. Многие, кто смотрит этот ролик, прекрасно знают, что означает этот символ. Это исключительно масонский символ. Основная его нагрузка, этого символа, кулак поднятый вверх, это принижение человечества. Кулак поднятый вверх, это принижение человеческого начала в человеке. Это насмешка и надменность. Это революция, которая будет сметать и правого, и виновного. Предпринял попытки найти готовую статью, где это будет тщательно описано про этот кулак. Ну, почему-то статьи не попадаются. Так, зачитаю, может, одну общую. Но больше все-таки хочется сделать упор на СССР. Ну, вы теперь видите, уважаемые слушатели и зрители, что СССРовский ТАСС, это исключительно масонский символ, который использовался для всех революций в разных странах мира. В статье, которая мне попалась на глаза, там описывается красный кулак. Ну, вы знаете, в данном случае красный, зеленый кулак, по сути, роли не играет именно такой, именно фундаментальной. Смысл все равно посыл один, что кулак означает революция. Те, кто смотрел мой ролик про флаги, прекрасно знают, как я неплохо разбираюсь в цветах. Единственное, что смущает, конечно, это змея. Но не смущает цвет змеи. Зеленый цвет в основном это символики флагов и вообще не только флагов, а, допустим, те же доллары, сделанные сознательно зеленые. С единственной целью. Зеленый цвет это символ процветания. А здесь получается, революция давит зеленого червячка, так сказать, душит процветание. Ну, кто-то скажет, нет, это наоборот рептилию душит. Ну, змеиный яд, вы знаете, он, именно змеиный яд, он как может быть смертельный, так и в малых дозах он лечит, скажем так, сердечные заболевания. Ну, на заднем фоне мы уже видим пресловутый желто-голубой оттенок, как я в своем ролике про флаги говорил, это замена населения. То есть, если разбирать этот флаг, ну, если уже не красный, а серый флаг, это значит перекодировка, предположительно, в зомби. Ну, как мы и видим, сторонники СССР, многие превращаются в зомби. Я не хочу обидеть Сережу Тарасова, я хочу его, так сказать, оживить, потому что человек оступился, и наша задача ему помочь. Не закидывать, так сказать, его оскорблениями и всевозможными выпадами. Мне как-то обратили внимание, что у Сережи подписчики уходят. Не, ну, если уйдет 100 человек, все не уйдут, но когда мне эту фразу сказали, я записал цифру, сколько было подписчиков, не знаю, сколько до этого ушло, и действительно, каждый день уходит, ну, небольшое количество, ну, у него несколько тысяч, но уйдет 100. Уход подписчиков, это не означает, что его не смотрят. Вот, допустим, у меня есть злопыхателей, огромное количество, которые не подписаны на мой канал, но они все равно на мой канал заходят. То же самое и у Сережи, может быть, то, что те 100 человек ушли, это не значит, что они не зайдут на его канал. Ну, отписались, но то, что они его не будут смотреть, это маловероятно. Сережа магнит, он примагнитил многих людей своим харизмом, своим талантом, поэтому темные сделали упор на него. Ну, отличный человек, то есть, ведет скромный образ жизни, не вызывает никаких подозрений, да и Серега сам не знает, что он попал в цепкие лапы, так сказать, наших врагов. Ну, символика, я же говорю, все наглядно говорит. Мы могли бы ходить круг да около, вот, даже вот видите, хоть я их планировал статью за красный кулак зачитать, мы видим, что сзади кулака все-таки красное пятно, это символ в данном случае, скорее всего, кровопролития будет. Вот, и я же говорю, что в предыдущих роликах, что символику ребята СССР, они не могут самостоятельно себе взять. Вот какую им дадут символику, такой они будут пользоваться. Вот захотят они вот просто тупо вот свисток нарисовать, желто-белый, да, и не дадут им свисток нарисовать. Ну, змея смущает, ну, пускай она вас не смущает, вы знаете, в медицине змея, если я не ошибаюсь, это несет какую-то положительную нагрузку. Алло, Андрей, привет, рад тебя слышать, буквально минутка, потому что я ролик пишу, это, и не хочу, да, отвлекаться сейчас, микрофон, ага, хорошо. Так, ну, видите, вот такая она житя, шо маемо, то маемо. Ну, шо тут добавлять, статью читать, в которой написано, что кулак это для ритуальных, религиозных всяких причиндалов, политики используются. Смысла эту статью нету, в общем, я вам, в принципе, рассказал. Если хотите самостоятельно понять, что я не фантазирую, что кулак это означает ужас, что это масонский символ, просто напишите в гугле, кулак поднятый вверх, может, в интернете вы найдете ролики. Буду благодарен за ролик, который в полном объеме это освещает. Есть ролики, где рассказывают, что это ужас, летящий на крыльях ночи, вот, поэтому не хочу забирать ваше драгоценное время пустой болтовнёй, как бы, пустой болтовнёй имеется в виду именно про этот символ. То есть, подводим черту. Да, перед нами мы видим символ масонов, который использовался, используется во всех революциях. Самостоятельно СССР, который существует, ничего не решает. То, что им прикажут, какой символ им дадут, то они будут делать. Они беспомощны. Этот ролик не снят для того, чтобы очернить светлое имя моего друга Тарасова. Этот ролик снят, чтобы спасти нашего, так сказать, соратника, нашего талантливого, уникального специалиста по многим вопросам. Серёжа, не обижайся. И не просто не обижайся, а ты подумай, какой вы символ несёте. Вы понимаете, что вот, если бы люди, которые посмотрели твой ролик, знали изначально по умолчанию, какой у тебя символ, это был бы шок. Вот я смотрю, там тебе лайки поставили, там 5000 просмотров. Но это равносильно, это, скажем так, если взять Вторую мировую войну, ну, это так, для понимающей ситуации. Просто, ну, модель создаём. Сидят в доме люди, там, в какой-нибудь деревне, маленьком домике. А тут заходят другие люди, у которых там на груди, на плечах свастические кресты. И они говорят, мы вам пришли помочь. То есть, советские люди видят свастические кресты. Естественно, какая у них реакция до таких помощников? То же самое и этот кулак. Уважаемые слушатели, зрители, обратите внимание, это неспроста. Этот кулак, это масонский символ, который предназначен для нашего уничтожения, для нашего с вами уничтожения. Всё. На этом, пожалуй, всё. Всё. Разрешите откланяться. С вами был Вячеслав Котляров. В Харькове, 15 часов 19 минут. 19.11.2016 года. Ушёл делать другой ролик. Когда всё получится, будет очередной, предположительно, сенсационный ролик, посвящённый космосу и звёздам. Хотя он у меня пока только в разработке именно. Я его придумал. Ну, и текст придумал. Теперь его, оказывается, надо ещё только на микрофон записать, озвучить. Ещё и видеоряд подготовить. С видеорядом всегда проблема, авторские права. Кто-то там что-то хочет. Ладно, всё. Всего доброго. Спасибо. До свидания. До новых встреч в прямом эфире. Пока-пока.